Хей! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Раиль, и вы попали в хижину музыканта. Продолжаем с вами изучать губную гармошку по курсу уроки игры на губной гармошке с нуля для начинающих. На прошлом уроке мы с вами прошли постановку губ, дыхание и всего прочего по мелочам. Ну, а эти уроки были более-менее такие ознакомительные, а теперь мы уже глубже начнем проникать внутрь губной гармошки. И сегодня продолжим тему дыхания, посмотрим несколько упражнений для начинающих, такие дыхательные, и тему метр, метроритм с вами пройдем. Давайте приступим! Сегодняшний разбор у нас, дорогие друзья, будет проводиться на губной гармонике Фолк Мастер компании Сузуки. Тональность до С. Надеюсь, вы уже приобрели, ребята, губную гармошку и спокойно занимайтесь вместе со мной. Надеюсь, приобрели хорошую гармошку, а не какую-то там плюшевенькую. Эту губную гармошку нам предоставил музыкальный магазин «Всё для музыкантов», на который вы можете попасть, пройдя вот по этой ссылочке. Muzona.ru Набираете и попадаете на их сайт. Зачем называется сайт «Всё для музыкантов»? Потому что именно на этом сайте вы сможете найти абсолютно всё для музыкантов. Начиная от губных гармоник и всяких мелких брелков, и доходя до роялей, световых аппаратур, аудиоаппаратур и всего прочего. Также у них в наличии имеется вот эта губная гармошка «Фолкмастер». Если уж не знаете, что купить, советую купить эту гармошку. Оплатить можете любым способом. Карта виза, карта мастер-карт, Яндекс с деньгами, Киви кошельком. Или даже взять в кредит, если уж на то пошло. Давайте приступим к уроку. В прошлом уроке мы с вами прошли дыхание. Немножечко только, да, коснулись. То есть постановку рук, постановку губ и ещё всякую мелочь. Давайте продолжим тему дыхания. Берём губную гармошку, как я учил. Показываю, как обхватить нужно губную гармошку губами, чтобы звук был сочный. Говорил, чем глубже, тем лучше. Я вам показывал традиционный способ держания губной гармоники. Вот таким способом я его держал. Но ещё есть другой способ держания. Это уже для более продвинутых, скажем. Он подходит для делания всяких вибрат. Смотрите, обхватываем губную гармошку двумя руками, вот так. Зажимая между большим пальцем и местом указательного пальца. И у нас образуется молитвенная рука. Или когда мы воду набираем, то же самое у нас организуется. Вот таким образом, если мы будем держать гармошку, то мы поглубже ртом можем проникнуть в губную гармошку и тем самым посочнее взять звуки, извлечь. И вибрато получится тоже сочным. И так далее. Надеюсь, поймёте. Берём губную гармошку. Давайте пока традиционно держать. И снова-таки играем на первых трёх отверстиях. Играем сейчас четвертными нотами на вдох и выдох. В табулатуре гармошки вдох рисуется знаком минус, а выдох рисуется знаком плюс. И эти знаки ставятся рядом с цифрками. И цифры у нас обозначают вот эти самые отверстия. Например, если стоит 4 минус, ну, минус 4, значит, нужно на четвёртой дырке сделать вдох. Если стоит плюс 5, значит, на пятой дырке нужно сделать выдох. Ознакомились с табулатурой. Очень простой способ чтения и написания. Давайте вернёмся теперь к нашим четвертям. Четверти — это такие длительности. Сейчас играем вдох и выдох на две четверти. Играем. Как у нас поступает воздух в губную гармошку? Из живота, как говорил, когда мы вдыхаем, процесс ясен и понятен для всех. Потому что это у всех одинаково работает. Когда вдыхаем воздух, живот ваш должен наполняться воздухом этим. Поэтому ставим правую руку на животик, и когда вдыхаете, чувствуете, как наполняется вас живот. Если не наполняется, значит, вы его набираете, этот воздух, в лёгкие. Вы только ввысь растёте, а живот не растёт. Это тоже нормально. Можно и лёгкими набирать воздух, можно и животом. Но животом делать это более профессионально. Говорят так. Пробуем ещё раз. Почувствуйте, как набирается воздух в животе. И на выдох. И следите за звучанием, чтобы звучание ваших аккордов было сочным, плотным. Как будто бы вы, как на английских уроках же учили, горячую картошку в рот взяли. Вот и здесь то же самое. Прочувствуйте этот момент. Здесь как бы вакуум должен создаться. Такой объёмный. Почувствуйте. И на выдох. Звучание можно легко изменять, если убирать вакуум, его наполовину ставить, или до конца. Четвертями поиграли. Дальше длительности уменьшаются. Намного мельче становится. Теперь поиграем восьмыми нотами. В одной четверти у нас две восьмые ноты. И если вы не знаете эту тему, ну не изучали музыку, то у меня уже есть уроки по нотной грамоте. Можете пройти, изучить тему длительности и вообще нот. Там недолго смотреть. И, надеюсь, будет интересно вам. Поймёте. В одной четверти две восьмые. И значится на один вдох, на одной четверти мы должны сыграть с вами две восьмые. Два раза вдыхаем. Два раза вдыхаем и два раза выдыхаем. Говорю, ребята, вдыхать можно двумя способами. Первый способ, он обычный, как мы дышали с животом. Вдыхаем и выдыхаем. Как я делаю паузу между двумя восьмыми нотами? Ну, между двумя вдохами и двумя выдохами. Когда мы поступаем, наш воздух поступает обычным способом, из живота, я как бы говорю букву А. Как бы... Мы же умеем кашлять. Вот только без звука, если кашлять, мы можем горлом остановить поток воздуха. Будто кашлят. Вот этот способ нужно изучить для того, чтобы останавливать поток воздуха. Ну, взять одну ноту, потом в вторую, то есть... И на вдох кашлять тоже уметь нужно. И играем восьмыми. Это обычный способ. Второй способ озвучивания нот, он артикуляционный. Это значит, что ноты у нас будут намного звучать чётче, чем мы играли обычным способом на А. Здесь уже для объяснения буква А не подойдёт. Здесь нужно использовать слог ТА. ТА. Ну, у меня получается больше ТУ. То есть, останавливать поток воздуха нужно язычком. То есть, язычком толкаем ноты. ТУ или ТА, в общем, нужно говорить. И то же самое делаем на восьмых нотах. Два раза на вдох и два раза на выдох. Видите, звук намного чётче. Стаккато получается. нежели простым способом на А. И отсюда даю толчок от живота. Или от горла, можно сказать. А если губами? А не губами, а если язычком, намного будет чётче. В разных случаях нужно использовать и первый способ извлекания звука, и второй. Попробовали на восьмый, да? Постепенно ускоряем. Два раза на вдох, два раза на выдох. И уже постепенно приближаемся к изображению поезда, трейн-эффекта, когда мы создаём вот этим самым движением, имитацию движения поезда. До этого мы тоже с вами дойдём. Дальше посмотрим, ребята, триоли, это когда вот у нас две восьмые были, они в ритмике ломаются, и на две восьмые у нас получается три триольных восьмых. Почему триоли называется? потому что там на две восьмые приходится три ноты, три удара. То есть по три слышим, да? Три вдох и три выдоха. Эти самые триоли тоже попробуйте обычным способом на А извлечь. То есть отталкивая животом. Руку ставим и чувствуем, ребята. И попробуйте звучком отталкивая. Мы уже с вами проходим тему артикуляция. Это очень важная тема для того, чтобы начать исполнять битбокс на губной гармошке, потому что там чёткие ритмы нужно уметь делать, а для этого нужен язычок, который работает очень чётко. Заметили, в конце я триоли начал делать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Триольные ноты там есть. Движение. Молодцы, ребята. Надеюсь, у вас получилось то, что я вам только что показывал. Повторяем за мной всё, что я говорю и показываю. Рассмотрим ещё мельче длительности, ребята, шестнадцатые. Это когда на одну четвертую ноту приходится четыре шестнадцатых нот. Они звучат намного быстрее. Или на две восьмые ноты приходится по две шестнадцатые. На одну восьмую по две шестнадцатые и на вторую. Играем на вдох четыре шестнадцатых и на выдох. Да, если вы будете играть без артикуляции на а. Очень сложно успеть проделать смену и паузы между этими нотами. А вот если вы будете играть артикуляционно язычком, то это очень просто. Делаем акцент на первую ноту, на первую шестнадцатую ноту. ой, как быстро работает тут язычок. Тренируйтесь, у вас тоже должно это все получиться обязательно. Теперь, ребята, давайте попробуем скомбинировать все длительности, которые прошли. Начинаем с самого медленного. четвертями на вдох и выдох. Начинаем с выдоха. Восьмые пошли. Триоли. Шестнадцатая. медленного. Молодцы. Надеюсь, у вас все это получается. И последнее, что мы сегодня посмотрим, это ритм шаффл. Все ритмы, которые мы сегодня с вами прошли, они ровные, а ритм шаффл неровный, поэтому его даже сложно нотами показать. но если все-таки постараться, это будет изображаться вот таким образом. У нас имеется три триольных комбинации, три триоли, еще три триоли, три триольных нот, всего шестнадцать. Вот если из триолей убрать посередке одну триоль, одну триольную ноту, то получается у нас ритм шаффл. То есть из первой комбинации убрать среднюю триоль, из второй получается ритм такой. То есть как это? Центральная триоль у каждой комбинации отсутствует, поэтому получается такой ритм. Или этот ритм еще можно выразить другими нотами. Четвертную с точкой поставить и рядом восьмую ноту. Неровный ритм. Слушайте и повторяйте за мной. То есть два раза на выдох, два раза на вдох. все ритмы я советую вам играть артикуляционно, то есть язычком. Особенно ритм шаффл, потому что он используется, этот ритм, в блюзе и в буги-вуги очень часто. А там четкость обязательно нужна. Играйте язычком, в общем, ребята. Вот такие вот домашние задания, дорогие друзья, для вас. Все, что у вас получается и не получается, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу, прочитаю, дам совет, какой смогу. Ребята, спасибо вам большое за внимание, спасибо, что смотрите мои ролики. А я вас приглашаю подписаться на Хижину Музыканта, чтобы не упустить следующий урок на губной гармонике. Он будет посвящен пидбоксу на губной гармошке. Как долго вы этого ждали? Это также мой любимый урок будет, потому что я люблю об этом говорить, люблю этому учить. Так что не упустите этот ролик, обязательно подписываемся, нажимаем на желтую кнопочку и этот ролик у вас уже появится на странице вашей. Как только я ее загружу, сразу вы его увидите. Еще раз благодарю за просмотр этого видео. Ставим лайки, комментируем меня и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok